Ну смотрите, это просто до смешного. Вот это я сейчас все вывалится, у людей мне скажут, заделывай это все. Ну это просто срам Божий, поверьте мне на слово, так жить нельзя. Этому дому на Антона Петрова без малого 60 лет. За это время пятиэтажка претерпела немало изменений и все не в лучшую сторону. Старые коммуникации требуют внимания. Электропроводка, по мнению жильцов, аварийная. В подъезде обваливается штукатурка. Почти на всех окнах не хватает остекления. Смотрите, она просто реально не закрывается. Это починила управляющая компания. Мы оставили год назад эту дверь, по-моему. Вот это вот что такое? Вот это вот получается заземление на газовой трубе. Я вообще такое первый раз вижу. Вопросов к обслуживающей жилую постройку управляющей организации накопилось у жителей много. Кроме того, в этой многоэтажке нет старшего по дому. Присматривать за жильем и взаимодействовать с управляющей компанией вызвался Юрий Ткач. Однако соседи мужчину голосами не поддержали. Потому что большинство из них не до этого. Практически весь дом, они имеют комнаты в этом доме, они сдают их в аренду. Им не важно, кого они туда поселяют. Лица злоупотребляющие алкоголем, наркоманы. Или это просто люди, которым просто ничего не надо. Я не знаю, кого просить. Только чтобы более-менее хотя бы был у нас порядок. Чтобы, что возможно, может быть, хотя бы сделали. И человека, который подписался за бесплатно работать, пожалуйста, проведите его к старшему по дому, к этой должности. Для того, чтобы присматривать за домом, мужчине не хватает множества голосов собственников. И при таком соседстве, уверен он, их не получить. Сам себя назначить мужчина не может. У обслуживающей дом УКА тоже нет таких полномочий. В управляющей компании нам сказали, в доме действительно есть проблемы и о них помнят. Но всему свое время. Такие планы озвучили в управляющей компании. Но это уже на следующий год. Также директор УКА подчеркнул, в доме живет немало коммунальных должников. А еще жильцам стоит сплотиться и все-таки набрать нужное количество подписей. Кроме того, за благоустройством дома и местами общего пользования должны следить и сами люди. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком.